В тот год выдалась самая суровая и снежная зима за последние 140 лет. Но несмотря на сильные морозы, глубокий снег, на отсутствие превосходства в количестве личного состава и технических средствах, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы. Перерезали железную дорогу и шоссе Калинин-Москва и освободили ряд населенных пунктов. В Севастополе живет ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлович Бочкарёв, который несколько дней назад отметил свой 98-й день рождения. Под его началом отчаянно сражался огневой взвод противотанковой артиллерийской батареи на подступах к Москве. За проявленный героизм его воинское соединение удостоилось звания гвардейского. Я, вообще-то говоря, испытываю определенную гордость за то, что мне приходилось активно участвовать в защите Москвы. Батареи, которые я командовал, уничтожило, 11 танков и несколько танков подбило. Это не мои данные. Это данные моего начальства, которое сохранило в отчетах и хранится в архивах. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарафаминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции. 8 декабря главнокомандующий вермахтом Адольф Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Главный результат декабрьского контрнаступления Красной Армии – ликвидация непосредственной угрозы Москве. Этот город был стратегической и патриотической точкой на карте Советского Союза, центральным узлом всех коммуникаций и столицей Родины всего советского народа. Она почему чистится, как великая битва, потому что такой по количеству участвующих в ней войск, а через московскую битву прошло 7 миллионов человек, военнослужащих только, офицеров и солдат, рядовых и старшин. Михаил Павлович Бочкарёв гордится своим участием в битве за Москву, называет её большим и великим сражением. Говорит, что войну выиграла молодёжь, его боевым товарищам было по 20 лет. Чтобы наша молодёжь сейчас, она не забывала, какую роль сыграла молодёжь в Великую Отечественную войну. Я вам должен сказать, что войну выиграла молодёжь. И Жук однажды сказал, что и посвятил одно из своих изданий, а то, что он посвятил это издание советскому солдату в годы Великой Отечественной войны. Победа советских войск и начало контрнаступления под Москвой имели не только огромное военное, но и политическое и международное значение. До сих пор непобедимый вермахт был остановлен и потерпел поражение. Надежда Староверова, Кирилл Попов, Виталий Козловский, Севенформбюро. Подобранным у колхозников. Дверь.